Компания Troton, в которую среди прочих входят производители грузовиков и автобусов MAN и Scania, выставила на продажу свои российские активы, сообщает коммерсант. Напомним, что Troton — это дочернее предприятие концерна Volkswagen Group. Обе марки приостановили свою деятельность в России весной этого года после введения санкций со стороны Евросоюза, так как поставки готовых грузовиков и отдельных комплектующих оказались полностью заблокированы. Поэтому торговые фирмы Scania Russe и Man Truck & Busse Russe, а также лизинговое подразделение Scania Leasing будут проданы неким российским партнёрам. Убытки от потери ориентировочно превысят полмиллиарда евро. Скажем, конкретно для Scania избыт техники российским перевозчикам был очень важен. На него приходились 6% от совокупных продаж шведской компании. А чистая прибыль московского офиса по итогам 2021 года составила почти 5 миллиардов рублей. Оставшиеся активы обеих компаний, как сообщает Авторевью, готовятся приобрести казанский дилер Альфа-Скан. Кроме того, марки совместно содержали небольшой сборочный завод в Санкт-Петербурге — в промзоне Шушары. Он выпускал от 500 до 1000 машин ежегодно. Очевидно, что сейчас сборочная площадка не представляет никакого интереса для потенциальных покупателей. Таким образом, вся большая семёрка европейских производителей грузовиков либо прекратила, либо заморозила свою деятельность на территории России. Минский завод колёсных тягачей известен прежде всего своими многоосными армейскими машинами. А самая младшая модель, что носит индекс 500-200, представляет собой двухосный полноприводник, что напоминает советский ГАЗ-66. До сих пор белорусский аналог Шишиги предлагался только военным. Но сейчас предприятие готовит гражданскую модификацию. Её планирует закупать госкомпания «Белэнерго». Позднее новинку предложат и российским перевозчикам. На территории автозавода «Урал» появился полностью новый цех. Здесь методом полного цикла со сваркой и окраской будут изготавливаться надстройки для грузовых автомобилей, самосвальные кузова, пассажирские модули и тому подобное. На 9 тысячах квадратных метров разместились несколько производственных участков, оснащённых современным оборудованием, плюс окрасочная линия из шести камер. И это только начало. До 2026 года руководство завода планирует и дальше приобретать новое автоматизированное оборудование, чтобы повышать качество и расширять ассортимент предлагаемых надстроек.